Что случилось с Нилом и кто он такой на самом деле? Почему злодеи хотели устроить конец света? Кто нанял протагониста? В этом специальном видео мы попытаемся разобрать эти и другие вопросы. Если вы еще не смотрели довод, то крайне не рекомендуем смотреть это видео, так как без спойлеров не обошлось. Начнем с главного. Что такое довод, инверсия и энтропия? По сюжету выясняется, что довод – это название секретной организации, которую основал в будущем протагонист, роль которого исполнил Джон Дэвид Вашингтон. Однако у этого слова гораздо больше значений, чем кажется. Довод – это полиндром? То есть слово читается одинаково как в прямом порядке, так и в обратном? А еще в оригинальном названии Теннет зеркально отражено слово «10». Таким образом, Кристофер Нолан явно наметнул на концовку, в которой у синей и красной команд одна идет вперед во времени, а другая – назад. Есть по 10 минут, чтобы обезвредить переключатель мертвеца и спасти мир. Инверсия – это технология, которую в будущем изобрела одна ученая. Она поняла, что алгоритм слишком опасен, и решила его разобрать на элементы, каждый спрятать в прошлом от тех, кто захочет воспользоваться устройством в разрушительных для человечества целях. Именно с помощью этой технологии коварный олигарх Андрей Саттер предугадывает многие события. А синяя команда в финальной битве сообщает красной, что ей предстоит пережить. Инверсия может изменять энтропию объектов. А энтропия – это физическая концепция, которая определяет движение энергии между объектами. В доводе инверсия позволяет менять движение энергии. Поэтому в сцене с взрывающейся машиной протагонист не сгорел, а получил переохлаждение. К слову, перевернутые герои не могут дышать обычным кислородом, поскольку он для них обратный. Отсюда и маски со своим воздухом. И пересекаться с самим собой обычным – тоже смертельно опасная затея. В сцене в аэропорту протагонист был на грани, поскольку в одном месте оказались три его версии. Обычная инвертированная в прошлом и обычная в прошлом. Чего хотел Андрей Саттер и что такое переключатель мертвеца? Протагонист и другие герои специального отряда на протяжении всего фильма довод противостоят Саттеру, который контролирует жену Кэт, да и чуть ли не весь мир. Злодей все время обращает внимание зрителя на свой трекер, который считывает его пульс. Выясняется, что это устройство является переключателем мертвеца, это такая система, которая активируется, когда человек становится недееспособным. В данном случае после смерти Саттера активируется оружие массового уничтожения, которое инвертирует Землю. Нам представляют Саттера как эгоцентричного психопата, который, как подмечает Кэт, считает, что если он не может чем-то владеть, то и никто не имеет на это права. Герой постепенно умирает от рака, но лишить себя жизни он решает самостоятельно, во время отдыха с семьей во Вьетнаме, самого приятного для него момента. Однако неоднозначность персонажа состоит во втором мотиве его действий, в духе Таноса из Мстителей, но сложнее. Саттер узнает, что ресурсы планеты в будущем истощатся окончательно, климат изменится, а люди из будущего однажды решат уничтожить население настоящего. Связь с будущим он держит благодаря посланиям, которые оставили потомки в прошлом. Герой всю жизнь занимался сбором частей алгоритма после того, как в юношестве случайно нашел один из элементов – золотые слитки – это оплата от некоего агентства из будущего, чтобы Саттеру было проще выполнить задание. При этом рак, видимо, был вызван как раз плутонием, с которым ему приходилось взаимодействовать. В итоге Саттер решает, что планете нужна перезагрузка, поскольку в нынешнем состоянии она обречена. Работающие на него люди либо не знают об истинных мотивах, либо согласны с ним. Андрей понимает, что инверсия не дает стопроцентной гарантии успеха операции. Ему остается полагаться лишь на веру. Слишком радикальные меры, при которых погибнет все человечество. Зачем людям будущего уничтожать человечество настоящего? В доводе поднимается рассуждение на тему убитого дедушки. Умрут ли все потомки дедушки, если его убить в прошлом? На этот вопрос Кристофер Нолан ответа не дает. А Нил в роли Роберта Паттинсона предполагает, что если не умрут, то это будет некий временной парадокс. Как потомок мог вернуться в прошлое и убить своего дедушку, если еще не родился? В этом и есть суть парадокса. Так почему люди из будущего помогают Саттеру создать алгоритм, который устроит конец света в их же прошлом, если есть такие риски? Известно, что Земля в будущем пришла в довольно плохое состояние. Поэтому люди решили понадеяться на этот парадокс убитого дедушки. В теории он позволит им уничтожить часть своего прошлого, чтобы минимизировать негативное влияние человечества на благосостояние планеты, но при этом проскочить момент с гибелью потомков. Похоже, в будущем вселенной Нолана все совсем плохо, раз люди решили прикончить своих бабушек и дедушек, рискуя при этом обречь на гибель самих себя. Кто такой Протагонист? И кто собрал спецотряд? Протагонист стал самым ярким примером петли во времени. Выяснилось, что в будущем именно он создал довод и собрал спецотряд для спасения мира. Герой спас Кэт, которая собиралась встретиться с сыном, убив торговку оружием прию. Героиня Элизабет Дебики оставила ему сообщение на телефоне, которое и подсказало Протагонисту, что ее хотят убить. Получается, Протагониста нанял сам Протагонист. А Нил старательно утаивал от него всю эту информацию, чтобы все шло своим чередом. Этот и многие другие моменты довода наталкивают на мысль, что планета застряла в петле времени, это Камбермудском треугольнике, который крутит героев по череде повторяющихся друг за другом событий. Получается, у персонажей даже нет свободы выбора, но при этом они должны принимать необходимые решения, очередной парадокс. Как и в случае с вопросом яйцо или курица, остается непонятным, с кого все началось, прошлого Протагониста или будущего Протагониста, который нанял свою прошлую версию. Умер ли Нил, герой Роберта Паттинсона? В конце финальной битвы алгоритм оказался в руках Протагониста, Нила и Айвза, одного из руководителей финальной спецоперации. Герои решили, что необходимо вновь разделить устройства по частям, которые нужно спрятать в разных временных промежутках. Также из диалога мы понимаем, что герои хотят убить себя, чтобы информация о месте хранения умерла вместе с ними. Протагонист решил обойтись без суицида, поскольку он должен был спасти Кэт, заново познакомиться с Нилом и основать довод, который запустит череду всех этих событий. Нил и Айвз отправились выполнять свою миссию, и зритель вроде бы как остался с надеждой, что может быть с ними все будет хорошо. По поводу Айвза понять сложно, хотя скорее всего он умер, но судьбу Нила нам на самом деле раскрыли еще до прощания протагониста с напарниками. Персонаж действительно погиб. Накануне этих событий в российском заброшенном городе Стальск-12, герой Джона Дэвида Вашингтона увидел труп солдата, на рюкзаке которого есть красный шнурок. Именно такой шнурок протагонист видит за тему еще живого Нила, но не предупреждает его о скорой гибели, поскольку вся суть в незнании, о чем нам постоянно напоминают в доводе. Тут же главный герой осознает, что именно Нил был тем человеком, который спас его в опере. Кстати, во время того нападения в начале фильма, в самой опере наверняка был и Саттер, который собирал части алгоритма. Но это не точно. Как выжила Кэт и что с ней будет дальше? Кэт долгое время была в ловушке у своего мужа Андрея. Он контролировал всю ее жизнь, даже встречи с сыном. Такую власть он получил в частности из-за подельной картины, которую она ему продала. Саттер угрожает раскрыть случайную аферу, так что героине приходится ему подчиняться, чтобы не попасть в тюрьму и не разлучиться с ребенком. В какой-то момент Андрей застрелил супругу, чтобы раздобыть часть алгоритма. Все говорили, что ранение смертельное, однако ей каким-то образом удалось выжить. Андрей пустил в нее обратную пулю, что, как говорила в начале фильма ученая Лаура, разрушительно. Однако протагонист и Нил провели ее через турникет инверсии, так что Кэт тоже стала инвертированной. Это помогает избежать облучения из-за столкновения двух реальностей. Нил лечит героиню какими-то веществами, а после ее вновь проводят через турникет, чтобы опять двигаться вперед во времени, но уже в прошлом. Все эти махинации с трудом, но помогли Кэт выжить. Шрам остался для нее напоминанием о том, как она перевоплотилась из слабой жертвы деспотичного мужа в сильную свободную женщину, которая на зависть Кэт из прошлого так спокойно спрыгнула с яхты в воду. В будущем героине некоторое время, скорее всего, придется пожить в тени со своим сыном, пока Кэт из ее реальности не отправится в прошлое. К слову о турникетах. Хотя Кристофер Нолан и уверял всех журналистов до релиза довода, что здесь нет никаких путешествий во времени, все же они есть. Пусть и не в привычном виде. Герои перемещались с помощью турникетов в прошлое и будущее и находились там как в обычном виде, так и в инвертированном. Если убрать все сказанные на экране сложные термины, то за всем этим слоем можно разглядеть простую, пусть и обновленную концепцию путешествий во времени. Отдаленно напоминает механику из игры Quantum Break. Теория о сюжете и кто же такой Нил. В ленте мы узнаем, что протагонист из будущего завербовал Нила. Но больше нам ничего не известно о таинственном герое Роберта Паттинсона. Он может оказаться рядовым сотрудником довода из будущего. Или основатель агентства нашел персонажа где-то в прошлом. Может быть это вообще случайный знакомый. Или же он как-то проявил себя. Поклонники еще долго будут обсуждать личность Нила. Но в сети уже появилась одна любопытная теория. Есть предположение, что это взрослая версия Макса, сына Кэт и Андрея. Есть и теория, что Эйвс – это Макс в будущем, раз ему уделено столько внимания в конце, но это маловероятно. Предполагается, что Нил – это кодовое имя, которое образовалось от возможного полного имени мальчика Максимилиан. Если его так назвали родители, а не просто Макс. Нам снова нужно обратиться к английскому языку. В конце Максимилиан спрятана обратная версия имени Нил. Сам Кристофер Нолан намекал на какую-то тайну в имени Нила в интервью Entertainment Weekly. Мы думаем, что его можно назвать Нилом. Вы никогда с точностью не можете определить, что происходит с этими личностями. Конечно, тут могут возникнуть вопросы о возрасте Нила, о времени, сколько он прожил инвертированным. Подтвердить или опровергнуть теорию может только сам Нолан. Однако Нил и Макс – два воспитанных, интеллигентных и образованных человека, которые похожи друг на друга, так что почему бы и нет. И на этой прекрасной ноте наши теории и объяснения закончились. Но возможно вы лучше разобрались в фильме Кристофера Нолана и поделитесь своим мнением в комментариях под этим видео. Ставьте лайки, если вам понравился наш спецматериал. А также не забывайте подписываться. А с вами был канал Любовь, Смерть и Гики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...